Вот эта рыба без матов не называется. Ну, на нее ловится, я не выпендриваю все. Сегодня у нас финал Большого Кубка Фишдрим в Одесской области 2019 года. У нас два финалиста, Николай Валик и Белус, Алексей. Решается судьба главного кубка, переходящего, который разыгрывается раз в год. Как бы также победитель имеет право ехать защищать честь региона на всеукраинском турнире. Прикормка предоставляется здесь спонсором компании Фишдрим. И там прикормка IQ-шной серии Супер Блэк и IQ-шной серии Карп Карась. То есть на выбор, как бы, ребята, им предоставляется по 5 патчей каждого вида корма. И каждый мешает, что хочет. Может совмещать их, может отдельно на любой из них ловить. Но я вижу, что оба ловят на Супер Блэк. Может быть, но надо смотреть. Может, два состава сделали, может, где-то там при бассейной, немножко желтенькой. Но просто ловят сейчас рань. Говорят, что карася нету. Хотя, в принципе, я знаю, что есть. То есть его нужно немножко там дальше вороса половить. Но с такой ловлей тарани, с таким темпом, в принципе, все правильно. Там хороший средний вес рыбы. Так что посмотрим, какие будут веса. Я думаю, хорошие. Добрый день. Добрый, добрый. Здрасте. Дима играл. Флаг развешивали. Развешивали. Ну, ничего. Сейчас повторим. Так. Приветствую. О, таранечка. Ёлки-палки. Я понял, тут на тарань. Короче, делается основная. Основной упор. Чёрная прикормка. Это что, фишдрим? Это, это, блэк? Блэк, да. Супер блэк. Супер блэк, да. Ага. Друзья, вы видите, опарыш в какой-то воде, блин. Это ж не просто вода. Не, обычная вода. Просто его убили. Убили. Да? Чтобы не, это сам не дрыгался? Ну, вроде как мягче становится. И запаха нет. Вода обычная. И, ну, есть идея, что он естественней. Как бы, вроде. Ну, в воде он должен быть такой тоже, там, в водоеме. Ага. Ну, для рыбы привычнее. Чем вот, когда он дрыгается, да? Ну, да. Костя, расскажи, какими основными узлами ты пользуешься на своих рыбалках? Очень интересно будет нашим подписчикам увидеть именно те узлы, которыми именно ты пользуешься. Ну, давайте рассмотрим три примера. Три узла, точнее. Один узел это будет для привязывания крючка с лопаткой. Вот будет псевдо наш крючок с лопаткой без колечка. Второй узел будет для связывания двух концов. Там, например, шнура и фидергамма, либо же шнура и флюрокарбона, любого отвода. Не имеет роли. Этот узел будет держать все. И монолеску, и монку с монкой, и нитку с ниткой. И третий узел это будет узел, которым удобно и быстро привязывать карабины. Также можно привязывать крючки с ушком. Так что давайте начнем с чего-то. Начнем с узла для крючка с лопаткой. Прикладываем к нашему цевью импровизированную леску, в данном случае веревку. Делаем загиб. У нас образуется петелька. Обводим вокруг цевья. Ну, вообще нужно порядка, там, наверное, 5-6 раз. Но в данном случае просто проведем 2. Принцип будет понятен. И заводим конец нашей веревки в петельку. Все это дело стягивается. И получается крепкий, надежный узел для крючков. Ну, соответственно, на тонких диаметрах это выглядит гораздо симпатичнее. То есть данный узел затягивается, не позволяет крючку соскочить. И можно его использовать даже с лопаткой. Без колечка. Это первый вариант. Он очень надежный. Я, если честно, уже пришел там буквально к этим трем узлам. Больше выдумывать особо нечего. Креп, хорошо. Понятно. Она старается только побольше насадку делать. Но на грызаного не сильно что-то хочет, надо очищать. И оттуда, и отсюда, да? Поменьше, побольше. Вы видите? Там живой, наверное, насадку. Хотя можно и на дохлого прололовить. Ну, пока, мне кажется, что-то она больше интереснее, какой живой. Даже не из-за этого. Просто на ней ловится, я не выпендриваю всех. Ну, и правильно. Пока ловится, то она ловит, да? Да. 20 секунд. Очень здоровая была. Я даже сначала первый подумал, что это карп. Смотри, какая. Ё-моё. Супер. Супер. Второй вариант для крепления карабинов. Либо же, ну, таким же способом можно крепить крючки с ушком. Там для морской рыбалки, там не играет роль рычаг. Сейчас объясню суть. Мы продеваем в ушко наш шнур или леску, как угодно. Делаем несколько витков, порядка пяти-шести, вокруг нашего импровизированного шнура. Заводим конец в петельку, которая образовалась внизу. И очень важный момент для того, чтобы узел не развязывался, не соскальзывал. Заводим конец еще раз в эту петельку. То есть мы его вводим один раз в петлю, которая образовалась внизу. И второй раз разворачиваем в образовавшуюся еще одну петельку. И после этого затягиваем. Таким образом данный узел не развязывается, ни при каких обстоятельствах, даже на скользких шнурах. Получается вот такой вот узелок. Олег что-то сидит, волчит, балдеет. Это у тебя просто новый шляпа, я смотрю. Да, шляпа вообще суперская. Так, Олег, у тебя тоже суперблэк, да? Ну, я тоже ловим. И что, подсаживаешь кукурузку, все подсаживаю. И червя, и кукурузу, и опарыш. Все подсаживаю. Кориандра добавил. Кориандр, да, здесь не было ничего кориандрового. То есть надежде. Надежде, что лещик может подойдет, какая-то рыба. Ничего такого больше не добавляли. Олег, скажи, ну, по идее, летом сладкие прикормки, ну, эффективнее, мне кажется. Или это ошибочное мнение? Ну, вот прям на какую рыбу. Если на карп, то да. А если на... Тарань-карася? Тарань-карася, то там чуть-чуть другая брыль. Действует. И третий вариант для связывания друг с другом лески, либо шнура, либо фидер-гамма и лески, как угодно. Узел очень простой, очень надежный. У нас есть два отрезка нашего импровизированного шнура. Мы складываем их между собой. И образуем вот таким вот образом, вот таким вот петельку. Сейчас, конечно, я вам это не покажу, но в случае с тонкой леской, со шнуром, не мешает смачивать. Потому что, когда вы смачиваете леску, она как бы слипается друг с другом. И вот в этом моменте она не расслаивается, а идет как бы общим. Образовалась петелька, после чего вы в нее заводите три раза наш отрезок. Ну, в данном случае, пускай будут два, этого на толстом диаметре будет достаточно. И стягивать. Если не ошибаюсь, это называется вообще хирургический узел. Да, абсолютно правильно. Образуется вот такой узелок, который не стягивается. И позволяет использовать друг с другом фидер-гамм, моно-леску, шнур, тонкий шнур. То есть никаких проблем с ним нет. Быстро и удобно. Я пока еще ситуацию особо не оценил. Еще пока не могу объективным взглядом. Вот только приехали 10 минут назад, поэтому я еще пока не понимаю вообще, как тут баталии расходятся. Он так, на первый взгляд, невооруженным. Вижу, что, по-моему, Леша ловит чуть больше. Чуть быстрее. Ну, он фартовый, да. Есть такая вероятность, что через часика 3-4 у него встанет лещ. Это я вангую. Вангует. Посмотрим, как твое вангование реально покажет. Я болею за Лешу, но что-то кажется, что вы играете. Это такой импровизированный узел для использования волосяных оснасток. В принципе, я крайне редко пользуюсь, потому что мне в соревнованиях не нужны. На обычных рыбалках тоже. Но я даже не знаю, наверное, как это сделать правильно, откровенно говоря. Я делаю это так, как я делаю. Никаких проблем с этим не возникает. Мы продеваем наш отрезок лески, в данном случае шнура, через отверстие ушка крючка. На конце вяжем маленькую петельку, обычную, ту, которую мы уже показывали. После история, в принципе, такая же, как и когда я вам показывал привязывание крючка с лопаткой. Мы разворачиваем отрезок нашего шнура, создается петелечка, обводим. И вот фишка в чем? Почему сначала я вяжу петельку? Потому что мы, когда обводим, то есть я делаю обычно больше запас, мы когда обводим нашу леску вокруг цевья, количество оборотов, мы можем, ну, надо учитывать длину оставшейся вот этой вот оснастки. То есть, к примеру, мы провели вот так вот, завязываем наш узел, и у нас остается вот эта вот петелечка. То есть она, конечно, на леске выглядит совсем по-другому. Вы протягиваете сюда там зерно, либо бойли, как угодно. Здесь вставляете стопорок и стягиваете. И вот таким образом образуется наш волосяной монтаж. Меня он вполне устраивает, никаких проблем нет. Ну, я знаю, что ребята тут и кембриками придерживают, делают обратную намотку, но, ну, я так крайне редко ловлю, а когда я ловлю, так меня все устраивает. Проблем нет. Вот это рыба без матов не называется. Да? Да, это рыба сплошной мат. Рыба мат, да? Это просто, это... Злая рыба. Что вообще, как получается? Кто кого? Ну, Леша пока впереди. Леша пока впереди. Да. Пока плотно впереди. А мы там дальше посмотрим, как бы, сдаваться не собираемся. Расскажи о своих узлах, которые ты вяжешь. Ну, в принципе, я могу только дополнить то, что показывал Костя, потому что, в принципе, в целом мы пользуемся 90% одними и теми же узлами. Это узлы, которые уже проверены и как бы нет смысла изобретать какой-то велосипед. Он забыл показать такой узел, как восьмерка. Это самый такой примитивный, самый... который, как бы, достаточно часто люди пользуются в обиходе. Он позволяет привязать, ну, сделать обычную петлю. То есть, делается очень просто. Мы сначала формируем себе петлю, заведомо того размера, ну, примерно, какого мы хотим. То есть, большую, либо же маленькую. Это не имеет значения. Мы сформировали петлю. У нас есть два отрезка, они как бы вместе. И с них, вот так, путем легкого движения кисти мы формируем еще одну петлю. И потом эту петлю проворачиваем от себя, зажимаем. А вот эту петлю на себя продеваем. Почему называется восьмерка? Потому что, когда он при затяжке, он формирует форму восьмерки. То есть, я такими узлами вяжу петли. Олег, скажи, а вот у тебя резиночка стоит, да? Да. Для денежек, да? Стопор, да. Обычный стопор, чтобы клипсовать. Это что, фуда? Чтобы не клипсовать. Я здесь клипсу, потому что клипса бывает режет шнур. Ага. А шнуры, когда тонкие, они, бывает, прорезаются, протираются. Да, да. А резиночка, она как бы амортизирует хорошо. То есть, резиночку продевать через клипсу, да? Да, точно та же клипсу на катушку намоталась. И если, например, клюнет крупный карп, пожалуйста. И она там что будет с резинкой? С резинкой она будет амортизировать, как бы, если надо сторочность на клипсу, значит, рвешь резинку и все. Ага. Второй узел тоже используется для привязания одного отрезка привязывания к другому. Он очень простой, очень примитивный и очень корот, быстро по времени. То есть, небольшое количество времени занимает. Мы связываем, формируем вот такую петлю. В эту петлю мы продеваем другой конец лески и откручиваем вокруг второго отрезка. Ну, на таком толстом диаметре, как бы, много я откручивать не буду, но вообще надо сделать там раз в семь-восемь и в обратном направлении надо сделать где-то на два-три оборота меньше, чем мы сделали в первом направлении. Здесь я сделаю три оборота в одну сторону и один оборот в другую. И потом продеваем в эту же петлю. Естественно, это все смачивается, аккуратно затягивается. Ну, и получается такой какой-то узел. Ну, на меньших диаметрах он выглядит тоже. Ну, это совсем аккуратненький. Он очень простой, очень быстрый и не нужно выдумать там никакие морковки и так далее. Хотя морковка, но для шок-лидеров все-таки все равно является самым популярным узлом, потому что это в основном как бы карпятники используют, потому что у них там достаточно толстые диаметры в принципе и шок-лидера и веса они используют очень большие там 120-150-180 грамм. Для них это важно. В фидере это не столь важно, потому как допустим в нашей области там 60-80 грамм на реке веса это уже хватает с головой и нет надобности использовать веса там более 100 грамм. Поэтому у нас и основные диаметры тоньше и шок-лидера соответственно тоньше. Некоторые вообще не пользуются. Ну ты как себя уверенно чувствуешь? Нормально, да. Ага. Есть некоторые проблемы что-то с оснасткой. Один шнур перетерся и сейчас пару раз клипсу потерял. Ну, клипсу слетело и только чуть где-то мимо бросаешь уже рыба неактивна. Ну вот, смотри, рыба-дерево, видишь? Высок деревяшку. Утоми, утоми ее. Да нет, это деревяшка. Тяжелая. По поводу вертлевов, карабинов есть еще один альтернативный узел, который показал Константин. Допустим, покажу, как это делаю я. Как мне кажется, что это занимает большее количество времени и немножко может быть сложнее. Ну, почему-то я так изначально привык и я вяжу так. Я завожу шнур, леску, неважно, в ухо и формирую здесь вот такую петлю. И потом уже вот этот двойной отрезок леской я обкручиваю. Естественно, на шнуре леска это делается большее количество оборотов. Здесь мы сделаем буквально их три штуки и потом завожу образовавшуюся петлю. естественно смачиваю и затягиваю. Ну, и тут же получается такой достаточно аккуратный узел. Как бы тоже все просто. Какой лучше, не знаю. Тот, который показывал кости, он однозначно быстрее и проще. По крепости я думаю, что они примерно одинаковые. Тут уже кому что нравится. Я просто к такому привык, поэтому я как бы так вижу. Бежит к грузу ты используешь? Да, я попробовал. Не нужно. Не нужно. Смешаем с давленным чесночком потом и ухой добавим специи и будет вкусно соломорчик. Для наших финалистов и гостей. Класс. Влиятельных гостей. Самый влиятельный гость это Виктор. Витя чемпион по плотве. Да, красавчик. Расскажите о своих узлах. Самый простой способ завязывания вертлюга. Сложим леску пополам. Вставляем в ухо вертлюга. вставляем да? Протянули. Делаем простой узел. Перекидываем вертлюжок сюда и аккуратненько перед этим смочив леску можно пальцами в стакан воды можно слюну обычно мы всегда слюной смачиваем потому что стакана всегда под собой нету. И вот оно получается вот оно затягивается вот вот все лишний обрезаем кончик и это выдержит ни одну рыбалку легко и просто и что не пережигается леска? Не пережигается очень надежный мощный узел. И вы сами лично пользуетесь таким узлом? Да. Это самый простой быстрый узел. Что тут? Червя нарезан. Вроде плотва чухнула пытаемся карася выдурить. Так. А карпика то что ты да была у нас повоза мы так с Олегом подумали что-то кап. Я пристепил чавяну он забарился за морду. Такой грамм 60-70 Ну так это серьезный довесок к победе. Две минуты. Две минуты это много или мало? Это точно. Ну если сейчас карпушу рванешь не успею даже вытащить. За две минуты? Да. Еще если плотвечку еще можно в лед. А уже с карпушей поиграться придется. Стрих уйдет. Твоему оппоненту что-то везет. Везет. Но это не везет. Это мастерство. Он же не пьет. Мне никогда не нравился. Самый простой способ привязать якорь или лодку. Допустим кодола это конец шнура это кодола называется дейсик якорю. допустим у нас якорь. Вот мы берем завели раз обвели второй раз обвели третий раз обвели. Простой да? вот видите вот это прямой штык называется все это у вас никогда не сорвется и смотрите что дальше развязывается когда вы закончили рыбалку свою сессию развязывается легко и просто без всяких узлов без ничего показываю еще раз вот вот мы вставили петлю и вот мы просто раз как детские это шнурки на ботинках два и вот три все придержали вот вот оно что у нас получается сюда можно поставить марочку но это у нас этого как и правило нету марочки это чтобы дополнительную провод вот мы вот 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 мы вытянули этот конец все видите красивый прочный узел никогда вот сколько я рыбачил на лодке никогда вот оно болтает его кидает 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 но когда мы пришли на берег надо нам это все развязать вот мы раз аккуратно пальцем выдерживать нагрузку сильно в то же время вот это вот пожалуйста класс у олега даже горло большое больше обычно ниже саня опусти подожди подожди не так серьезно подходи к вопросу нет и перевалить для начала вот так вот обычно выстекав подожди 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 ловил рыбу проблема в том что он у тебя не влазит в эту понял саня держишь держу смотри слабенькая там будет за 14 лёлик покатит сколько 935 ох карти хорошая они все больше они будут за 10 13200 250 поздравляю молодец надо было тебе знаешь что сделать пожать ручку сразу просто повезу покажите карпика покажите карпика вот он красавец маленький красно красно краснова краснов красавец как тебе так удалось все-таки олег серьезный соперник я ниже по течению сидел во первых то есть уже преимущество так и в принципе плотва сразу стало олег начал чуть дальше я ближе ну я думаю скорее всего зато уже ниже по течению у меня преимущество было в любой момент если бы он допустим начал ловить там где-то дальше я бы туда остановился и тоже бы ловил но тоже не пришлось этого делать уж и рыба крупная плотва стояла потом и карась конце начал и карпик вовремя пришел карпик переключился принципе там чувствовал что запаску это есть переключился там закормил обильной поставил кучок червя ждал то есть когда ты уже был уверен в своей победе ты поставил червя и добил короче олега с пойманным карпом я правильно понимаю не добилась я хрук как она есть роли не сыграл он просто для эстетического удовольствия был в прошлый раз у тебя противник уснул да да был такой момент да сейчас этот раз я ему снотворного налил ну он не захотел пить до не захотел писать синяки на горле так а если без шуток то достаточно хороший соперник мне приятно было с ним порыбачить то есть я знал что он рвется просто так не будет отдаваться без боя да да не он не хотел сдаваться им сразу предложил денег он не захотел богатый человек то есть ему нужен медалька правильно то есть молодец он к этому давно шел принципе я не жалуюсь тоже шел сегодня сегодня на его будем пытаться следующий раз понял ну 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 С разносторонними интересами И хорошим чувством юмора С ними легко и приятно общаться Поэтому эта компания мне Очень сильно понравилась Я думаю, что в следующем году Когда начнется опять «Фильд Рим 2020» Нас будет больше Поэтому, друзья, приобщайтесь к рыболовному спорту Это здорово, интересно и увлекательно Не нарушайте нормы вылова Не выбрасывайте мусор на берег Будьте примером для других рыбаков Для своих детей И для всей страны Если видео было полезным Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Все для клева Ну а я прощаюсь с вами До скорых встреч на рыбалке Всем удачи, всего хорошего Пока Ну что, ребята, кушаем уху Спасибо нашему спонсору Компании «Фильд Рим» Спасибо нашему информационному спонсору Третьякову Александру Его каналу «Все для клева» Он сопровождал нас на всем нашем пути Поэтому ему большая благодарность Спасибо Удачи Спасибо Спасибо О